Вот посмотрите, вода затопила весь подвал. Следы от воды остались. Владелец придорожного кафе Токтосун Абдекадыров третью неделю борется с последствиями сели. Грязевой поток затопил его кафе. Бизнесмен признается, такого раньше никогда не было. Не было помощи ни от МЧС, ни от сельской управы. Даже не спросили, нужна ли мне помощь. Все последствия сели, сами ликвидировали. Дорогу в Бомском ущелье, которая соединяет Бишкек и Сыкуль, отремонтировали два года назад. Но каждый раз после обильных дождей трасса превращается в бассейн и парализует движение. По словам местных предпринимателей, строители просто забыли проложить водосточную трубу. В этом месте мост раньше был. Когда дорогу строили, его закопали. Фактически, если мы сейчас начнем копать, мы его найдем. Проектировщики трассы ответственность на себя брать не решаются, но настаивают. Трубы здесь никогда не было и необходимости в ней нет. А все беды свалили на небывалые осадки. Наверняка, да, может повториться. Сейчас мы работаем над этим. Мы внесем в Минтранс несколько предложений. Выберем из них самые оптимальные и будем работать уже согласно принятым решениям. Когда будут исправлены ошибки, допущенные при строительстве дороги, неизвестно. В Минтрансе денег на это нет. На наших глазах только что произошел камнепад на том самом месте, где несколько дней назад в результате того же камнепада погиб человек. Сейчас дорожники пытаются расчистить дорогу. На какое-то время заблокировали движение, но сейчас движение открыто. В той трагедии под грудой камней оказался мини-вэн с 11 людьми на борту. 10 человек оказались живы лишь по счастливой случайности. В последнее время камнепады здесь привычное явление, но власти решать проблему не спешат. Это еще больше пугает автомобилистов. Дорожники ведут дежурство прямо на трассе, чтобы оперативно ее расчищать. Но почему укрепительные сооружения не были возведены при строительстве, остается загадкой. Лишь гибель человека заставила Минтранс обратить внимание на проблему. Здесь можно многие варианты предусмотреть. Подпорные стенки, укрепление сетками, укрепление бетоном, засев трав. Я думаю, мы рассмотрим это с Министерством транспорта совместно. Самый такой оптимальный вариант будем принимать. В сентябре на Всемирные игры кочевников поедут тысячи людей, в том числе иностранные туристы. Любая машина рискует оказаться под водой или каменными завалами. Да и Сыкульская трасса, которую пытаются закончить Кигром, строится в торопях с нарушением многочисленных норм. В погоне за престижем власти вряд ли смогут гарантировать безопасность отдыхающим. Шавкат Тургаев, Вексултан Абиба Киролу. Настоящее время. Кыргызстан.